После предыдущего эфира решили ввести сухой закона. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов, сегодня у меня в гостях Олег Козловский, директор Центра Образ Будущего, автор программы Украина своими глазами, и мне помогает сегодня Михаил Пожарский, публицист издательства РИД, и говорить мы будем про Украину, про революцию, которая там произошла несколько лет назад, про то, почему реформы проходят не с той скоростью, с какой бы нам хотелось, и чему Россия может научиться у Украины, и у того, что произошло во время Майдана, и после Майдана, и какие выводы из всего этого можно сделать. Да, сейчас для Кремля это действительно вполне себе эффективное оружие, посмотрите вон Украину, ну и что, они митингуют, митингуют, и что, ничего же не меняется, действительно ничего не меняется. Вот я смотрю на Украину, я не вижу там перемен к лучшему, я вижу там, может быть, заторможение некоторого, перемен к худшему, да, но перемен к лучшему не вижу вообще. Ну, если так говорить с совсем философской точки зрения, то революция – это не гарантия, даже не способ изменить жизнь к лучшему, это шанс. Шанс можно использовать, можно его, как бы помягче выразиться, профукать. Последнее случилось в Оранжевую революцию, с чем все украинцы сейчас согласны, что тот шанс был потерян. Сейчас я бы не сказал, что все плохо, все провалено, Майдан полностью ни к чему не привел. Какие-то результаты есть, их меньше, чем хотелось и чем думалось три года назад. Что сделал Майдан? Он выгнал Януковича, выгнал там какое-то его ближайшее окружение, создал давление на власть, и плюс он спровоцировал еще действия со стороны Путина, аннексию Крыма, вмешательство на Донбассе и так далее. Он никуда не делал олигархов, он никак не изменил структуру собственности, он никак не изменил большую часть общества. Да, там, в обществе какие-то взгляды поменялись по конкретным вопросам. Отношение к России немножко другое, отношение к НАТО немножко другое. Но то, что у людей в головах, их ценности, их привычки, ну, большинство людей, как они были, так они и остались. И те чиновники, которые продолжают служить, в частности, в государственных структурах, и даже новые, которые приходят, они продолжают работать внутри той же самой системы. Мне как бы именно этот момент и непонятен. То есть, чем так уж принципиально Украина отличается от Польши, да? Польша за те же три года, как мы помним, из 90-х изменилась очень сильно. И тут мы возвращаемся к теме предыдущего разговора. Вот в Польше были люстрации, да? Там было это изменение государственного аппарата. А как с этим делом обстоит в Украине? То есть, они же тоже обещали какие-то люстрации, что-то они там аттестовывали, переаттестовывали полицию и так далее. Что из этого в итоге получилось? Был принят закон о люстрации, он был принят достаточно быстро, еще осенью 14-го года, через полгода после революции. Можно сказать, что долго. Возможно, люстрацию надо было проводить быстрее, но не было тогда ни парламента нового, ни президента. Но я считаю, что основная проблема этого закона в том, что люстрация, ей занимались сами люстрируемые. То есть, каждая структура должна сама себя была очищать. Естественно, да. Какая-то прям децимация. Ну, практически, да. Там были некие формальные требования, но никакого целенаправленного полноценного контроля, насколько я понимаю, за ходом люстрации не было. Наверное, стало еще хуже. То есть, они внутри себя взяли, выгнали всех самых приличных людей как раз. Ну, все неприличные, они остались. Бывали такие случаи, или, по крайней мере, многие могут привести какие-то подобные примеры. Многие подлежали увольнению и люстрации. Но в связи с начавшейся тогда войной была внесена поправка, что если они там, как бы, кровью искупят свой долг, но не кровью, но участием в боевых действиях, то тогда они эту люстрацию пройдут, и их никто не уволит. Ну, нужно было их, конечно, собирать в какие-то специальные штрафбаты и прямо на прорыв куда-нибудь на самые кровавые участки фронта отправлять. Люстрации, они нужны для чего? Для того, чтобы ликвидировать вот этот внутригосударственный корпоративный бандитский сговор, который сложился, там, и благодаря которому они доили, эксплуатировали общество. А если оно, конечно, проводится в таком виде, то эффект, ну, или никакого, или даже, может быть, обратный получается. Это была такая декоративная штука, да, которую нужно было показать народу. Вот какая-то реформа есть, теперь можно галочку здесь поставить, двигаться дальше. Мне непонятно немножко другое. Это непонятно, мне кажется, абсолютно всем русским, которые заблюдают за Украиной сейчас, да. А именно, почему вот вроде бы в среде относительной свободы слова, да, относительной политической свободы не появилась сила, которая бы могла занять тот вакуум, который образовывался на Украине уже два раза? Ну, смотрите, во-первых, по поводу свободы слова. Да, она там есть в том смысле, как мы ее понимаем, что государство не осуществляет никакой цензуры, очень трудно кому-либо там заткнуть рот, но, тем не менее, подавляющее большинство всех каналов донесения информации находится в руках олигархов. Как ты будешь бороться с олигархическим режимом при помощи олигархов? Ну, это можно. Путин, в принципе, это сделал, да, но он в итоге установил собственную олигархию. Ну, если эти олигархи разные, друг другом враждуют и друг за другом присматривают, то, может, это и неплохая система. Да, да, может не устраивать там какое-то сложившееся распределение ролей, но они не будут поддерживать ту силу, которая будет бороться, в принципе, с олигархической системой. Даже в России, извини, в состоянии, ну, в общем-то, отсутствия свободы слова и настоящей цензуры, да, это давление, оно выливается вот в то, что делает Навальный, в частности. Почему на Украине ничего это не происходит? Гораздо более благоприятно для России. Ну, вот на самом деле там есть силы, которые совершенно по-другому устроены, которые пытаются или там хотят эту систему сменить, в которых совсем другие люди, другой формации, другого поколения. Там есть партии такие, как Демократический альянс, Сила людей, в каком-то смысле самопомощь, но при этом у этих партий, как правило, гораздо меньше ресурсов, несопоставимо, чем у больших партий, поддерживаемых олигархами. И второе, ну, здесь либералы вообще любят, конечно, сетовать, что народ плохой попался, но украинский избиратель во многом по-прежнему достаточно инфантилен, да, то есть многие выборы до сих пор выигрываются гречкой. Это значит, что раздать гречку всем пенсионерам, чтобы они за тебя пришли и проголосовали. Выдающиеся политтехнологии, конечно. Да, они простые, они работают. Но я вот хотел бы уточнить еще, что такое, собственно, олигархический режим, потому что мы же понимаем, что во всех развитых странах, в демократических государствах есть какие-то определенные богатые люди или группы людей, у которых есть свои интересы. Они тоже спонсируют какие-то политические партии, они тоже лоббируют и так далее. То есть, по сути, любой демократический режим, он в каком-то смысле, в каком-то своем аспекте является олигархическим. И до тех пор, пока там есть конкуренция между вот этими группами, режим продолжает быть хорошим, потому что в ситуации конкуренции они друг за другом приглядывают, и нам, как общество, друг на друга стучат, и мы их можем контролировать. Поэтому, может быть, это и не так уж и плохо. Ну, смотрите, во-первых, я не согласен, что это картина везде, да, ну вот, не знаю, в Швеции есть владелец компании «Кие», самый богатый человек страны, который, тем не менее, я бы не слышал, чтобы он оказывал серьезное влияние, может быть, я не очень знаю шведскую политику. Про Швецию ты и удивишься, и вообще то, что местные олигархи влияют на исход выборов, это абсолютно так. Просто там проигрывают силы, там просто проигрывают силы, которые как бы не рукопожаты в том обществе, в котором об этом принято писать. А именно то, что там идет война против шведских демократов, например, абсолютно позорное, это факт. Естественно, влияние крупного бизнеса есть, в Америке оно тоже есть, кто с этим спорит. И, может быть, как ни парадоксально, но Трамп выиграл в том числе потому, что американцы недовольны вот этим влиянием. Они, да, странным образом решили выбрать очень богатого человека, чтобы бороться с влиянием богатых на власть, но вот такова их логика. Ее, наверное, еще предстоит понять. Почему вот на этом фоне олигархической власти не возникает каких-то популистических сил, которые бы обуздали вот эту волну недовольства, которая, очевидно, на Украине каждые, значит, 10 лет возникает? Мне не совсем понятно, то есть олигархи настолько эффективно всех скупают или что? Почему этого не произошло на последнем Майдане, 3 года назад? Ну, опять же, повторюсь, Майдан, он может выгнать кого-то. Он даже не может никого привезти. Ну, например Грузии показывает, что революция приводит кого-то. Вот Ющенко привел оранжевый Майдан в 2004 году. Хороший момент, разницу вообще провести между тем, что произошло в оранжевой революции, и тем, что произошло 3 года назад. Оранжевая революция по всем признакам была революцией вполне себе организованной. Организованной понятными силами, да, и за понятные деньги. То есть это не было стихийным моментом, это в большую степень был сдирижированный момент. То, что произошло 3 года назад на Украине, было абсолютно стихийно. Это просто видно даже по разнице в агитации. В оранжевой революции тоже был большой элемент спонтанности, потому что никакой Ющенко сам по себе не мог привести тех толп, которые там были. Никаких денег, никаких олигархов. А, собственно, ну там олигархи больше были на стороне Януковича. Он, конечно, ну в той же степени, может быть, в большей степени, чем Навальный, вот эти протесты прошедшего воскресенья, да, призвал, спровоцировал, можно сказать, эти выступления. Они в какой-то степени контролировал, в значительной степени как-то направлял, но нельзя сказать, что эти люди пришли, потому что это было организовано Ющенко. Они пришли, потому что они хотели, они действительно собирались поменять Украину. Я просто после вчерашнего митинга наблюдал в ленте у себя очень много таких украинских петросянов, которые сейчас пишут, что вот, там, посмотрите, как у кацапов там целые 2-20 тысяч не побоялись выйти, вот, а у нас-то на Майдане как все было. И вот, я поэтому хотел уточнить, почему, собственно, случился Евромайдан и как он победил. На Евромайдане присутствовали представители трех парламентских партий, там были лояльные телеканалы, которые это все освещали, там были какие-то олигархи, которые это все спонсировали и так далее. У нас этого ничего нет, у нас политическое поле за последние годы было абсолютно зачищено, то есть у нас парламентские партии, это как бы не партия, а просто имитация, которая никак не участвует в политике. У нас лояльных телеканалов у нас нет, в принципе, ну, в смысле, я тех, которые телевизор, да. И даже вот как бы самих лидеров протеста у нас там до сих пор непонятно, кто как бы хороший, а кто все сольет, да. Поэтому у нас, конечно же, все гораздо сложнее. Да, в Украине, ну, вообще, если одним словом это выразить, в Украине есть и был даже при Януковиче плюрализм. Плюрализм в широком смысле слова. Разные, действительно, собственники телеканалов, они, конечно, уже к 2013 году в какой-то степени там встроились, но все равно вертикаль создать Януковичу не удалось. Там были разные экономические агенты, которые ставили на разных, на разные партии, на разные силы. В России все понимают, что если ты даже не в открытую, а просто хоть как-то всерьез будешь поддерживать оппозицию, не в смысле там КПРФ, да, понятно, настоящую оппозицию, ну, все, забудь про свой бизнес, лучше быстрее сматывай удочки. Это да. Жертвуйте в биткоинах, короче. Ну, есть такое хорошее словосочетание «раскол элит». Вот, в Украине он, очевидно, был. А у нас, как бы, и Навальный, и Ходорковский, они пытаются что-то такое намекать, что они там кому-то дадут амнистию, кого-то, значит, приглашают куда-то перебежать, но в России у нас никакого очевидного раскола элит пока, к сожалению, нет. Это полковник полиции какой-нибудь, который получает приказ, вы должны обеспечить порядок, там, не допустить выступлений. И вот там выступает, не знаю, Навальный или он читает какое-нибудь заявление Ходорковского, что мы там со всеми готовы дружить, сотрудничать, мы никаких люстраций делать не будем в случае Ходорковского. Он думает, ну, во-первых, это все смешно, они никогда к власти не придут, потому что у меня есть мои бойцы, они слушают меня, у меня все хорошо, я вообще миллионер. Зачем они меня призывают переходить на их сторону? Я не идиот, я еще, как бы, не собираюсь заканчивать свою жизнь. А если даже что-то поменяется, ну, отлично, я в тот же момент перекрашусь и скажу, что, ребята, я всегда был с вами. Как ты оцениваешь вот эту роль союза украинских националистов с украинскими либералами и демократами во время Евромайдана, и что сейчас вот из этого союза получилось? Ну, это был такой очень мощный симбиоз. У либералов много мозгов и красивых слов, но очень плохо с физической подготовкой и вообще с готовностью участвовать в каких-то столкновениях. У националистов в целом все наоборот. И они просто друг друга нашли. Вот это позволило им тогда победить. Когда Евромайдан произошел, там достаточно долгий отрезок времени было понятно, что этого Майдана никто, кроме, собственно, людей на Майдане. Я помню, я читал заголовки о том, что вот каждый день там с трибуны по телевидению говорят, что типа вот, расходите, все закончилось, и ничего не заканчивается, и ничего не заканчивается. Да, то есть вот недовольство сложившимся статусом КВО, оно там назрело и было очень-очень сильное. И у меня очень большие надежды были на Украину, да, что вот наконец вот сценарий Аксеновский, да, такой альтернативной России, он там реализуется. Это мой московский шовинизм во мне говорит, конечно, сейчас. Но этого не произошло. И для меня это было страшное разочарование, потому что вот все вот это было ради чего? Для того, чтобы и Яценюк там по-прежнему, значит, разглагольствовал в ради, или ради чего это все было? Добавлю, что там же были эпизоды, когда вот эти самые лидеры парламентских партий, там Яценюк, Кличко и прочее, они говорили, что вот мы уже договорились, там пришли с властью к какому-то компромиссу, давайте расходимся. Но в эти моменты там находились какие-то вот лидеры из низов выросшие, которые выходили и говорят, нет, если мы сейчас разойдемся, то нас всех пересажают, убьют и так далее, что мы должны стоять и дожимать вот это до последнего. Все стояли за что-то свое. Удалось добиться как минимум того, что власть сейчас не может не оглядываться на общество в Украине. Начались протесты против российских банков, прежде всего Сбербанка. Вот я просто проезжаю по улице, увидел отделение Сбербанка и увидел, как там вот закладывают кирпичами его до крыши. Лично я подозреваю, что там есть чей-то очень явный коммерческий интерес, но тем не менее это каким-то количеством людей поддерживалось. Точно то же самое с блокадой. Тоже некоторые утверждают, что в этом есть коммерческий интерес. В самой блокаде другие считают, что, естественно, олигархи выигрывают от, причем определенные олигархи выигрывают от торговли с этими оккупированными территориями. Но тем не менее и то, и другое имеет значимую поддержку в обществе украинском. Не уверен, что большинство. Но какое-то значительное количество людей. Выгодно политически говорить, что вот блокада, война с Россией, Крым вернем и так далее. Но внутреполитически от этого ничего не меняется. Это вот такой выпуск пары. Не припомню, чтобы у нас где-то в последнее время были серьезные шаги, хотя бы даже во внешнеполитическом плане со стороны правительства, в ответ на какие-то требования оппозиции. Запрос был сформулирован, что мы хотим видеть Россию снова великой и вообще дайте нам национальной гордости. И Путин ее дал. Для тех людей, значит, на кого это было рассчитано, это сработало идеально. Националисты, которые твердо были в оппозиции, тогда полностью отвалились от оппозиционной тусовки. От оппозиции отвалился Лимонов. Все вот эти околопатриотические силы, которые считали, что мы в оппозиции, потому что мы патриот, они больше не в оппозиции. Лимонов отвалился чуть раньше, потому что он был еще обижен за площадь революции, за 2011 год. В националистической среде, конечно, произошел очень серьезный раскол, но только некоторые националисты, на самом деле отнюдь не большинство, поддержали вот эту всю тему с ДНР, Новороссии и прочим. Поткин, Демушкин и прочие, они на это не повелись, и в результате Поткин сейчас сидит в тюрьме, Демушкин под следствием, то есть их додавливали уже вполне себе такими простыми уголовными и административными средствами. И добавлю, что немало российских националистов, русских националистов воюют сейчас в Украине на украинской стороне против российских войск и против ДНР и ЛНР. По их оценкам, они, конечно, не обладают никакими точными цифрами, никто ими, видимо, не обладает, потому что это никак не отслеживается, но речь идет о нескольких сотнях человек. Это, замечу, не выйти на митинг, даже не согласованный, это пойти воевать на фронт против своей страны. Я думаю, что Украина, она, во-первых, себя, наконец, почувствовала в значительной степени, да, не все, наверное, она себя почувствовала отдельной нацией, не осколком Советского Союза, не младшим братом. И Путин очень сильно этому помог. Естественно, история с Крымом и история с Донбассом, помимо чудовищных каких-то гуманитарных проблем, которые она создала, она в то же время создала украинский национальный миф. При этом, ну, бессмысленно и не нужно отрицать, что есть пророссийские украинцы, те, которые до сих пор видят в Путине некого спасителя. Мы были в Одессе около Дома профсоюзов, который вот в 14-м году, 2-го мая, сгорел. Подходит какая-то бабушка к нам, ну, бабушка, 60 лет, да, там, пожилая женщина, и такая спрашивает, ребят, вы откуда? Да. Мы вот из России, из Москвы. Мы ваших ждем. То есть, да, такие люди есть. Нет ли там риска, что люди объединились в страхе, а не, собственно, в какой-то общей идее? С большой вероятностью, чего не случится. Это не случится какого-то распада страны, ну, по крайней мере, самостоятельно. Мы не говорим про какие-то военные захваты. И события последних лет, они создали для украинцев образ своей страны. Можно увидеть, что вот какой-то уже культурный слой создается на вот этих событиях последних лет. Памятники сносили, да, уже более-менее организованно. Отсутствие там федеральной системы, ну, ее нет. Любые разговоры о федерализации упираются в то, что вы играете на руку Путина. Чисто абстрактно, я думаю, что для Украины это было бы, наверное, полезно. Это большая страна, действительно очень разная. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Идет процесс децентрализации. Что это значит? Это значит, что отдается больше полномочий, больше денег на местный уровень. И, в принципе, это уже сейчас происходит. Может быть, не так, как хотелось бы, но в том числе потому, что вообще денег мало. Есть у политологов такой излюбленный пример страна Нигерия, где еще в колониальную эпоху границы были нарезаны таким образом, что в стране живут там три каких-то крупных этноса племени, для которых вот эта вот центральная политика, она оказывается игрой с нулевой суммой. То есть тот, кто побеждает, он забирает все. Он наводняет весь государственный аппарат представителями своих. Он переключает все финансовые потоки страны на себя. И поэтому это вот такая вечная драка, вечная склока и постоянная угроза гражданской войны на самом деле. И для того, чтобы этого избежать, как раз и нужно максимум полномочий, максимум решений и денежных потоков отдавать на местный уровень. В Украине очень много всего происходит на уровне громад и мыслится на уровне громад. То есть они воспринимают для нас город это что? Это административная единица, там есть мэр у города, вот он руководит. И для них город это громада. Ну и да, там есть какие-то чуваки, которые что-то делают. Иногда они сильно достают, когда они слишком много чего-то делают. Когда они ничего не делают, ну слава богу. Когда они делают что-то хорошее, это всех очень удивляет. А основная надежда всегда у них на вот эту громаду. В России такого нет. Наверное, это вот одно из значимых отличий России от Украины. В том числе поэтому не удалось в Украине никак выстроить вот эту вертикаль при Януковиче. Потому что она все равно упиралась в то, что на местном уровне все равно чиновники находились внутри этих громад. А на высших уровнях там, соответственно, были олигархи, которые тоже не хотели отдавать все одной семье. Война и Крым. Вообще, какое будущее у всего этого конфликта? Вот за что сейчас Украина борется, на что она вообще рассчитывает в долгосрочной перспективе? Это и для Украины, и для России гордив узел, который развязать просто не представляется как. Разрубить ни одна, ни другая страна его не может. Украина не может признать аннексию Крыма. То же самое касается ДНР и ЛНР. Есть люди, которые в Украине считают, что, ну и слава богу, не нужен нам этот Донбасс. И они об этом не очень публично, но говорят, что вообще статус-кво это идеально. Вот этот статус-кво, он понятен в случае Крыма, но менее понятен в случае ДНР и ЛНР, потому что в них огромные деньги вливаются, и все эти военные действия, которые там непрерывно тлеют, да, это такая черная доллара как и для бюджетных средств, так и для людей, которые там погибают. Ну, есть горячие головы, в основном сидящие за клавиатурами, которые говорят, что мы соберем армию посильнее и выбьем оттуда русских, но всерьез никто об этом не говорит. Да, диванная дивизия, наверное, уже. Раньше было сотни. Вот это самые такие боевые ребята. На какой компромисс готова пойти Украина с Россией? Непонятная. Наверное, ни на какой, потому что, опять же, многие там с моральной точки зрения говорят, почему мы должны идти на компромисс с теми, кто пришел на нашу территорию и ее пытается захватить. Несколько минутами ранее ты говорил, да, что вот это создало вот объединяющие мифологему, которые движут людьми, что на восток Украины едет воевать на стороне Украины, в том числе русскоязычное население, да. В то же время совершенно непонятно, зачем они туда едут, что они рассчитывают добиться, да, и какой вообще план на все эти территории Украины есть. Сейчас для них это сдерживание. Сдерживание напора России и вот этих сил, которые в ДНР и ЛНР действуют. То есть это для них оборонительная война. Они уже понимают, что просто чисто по военным причинам они не смогут в обозримом будущем эти территории вернуть. Но они боятся того, что если они оттуда уйдут, то эти территории начнут разрастаться. Ну и, наверное, так оно бы и было. А до тех пор, видимо, будет сохраняться статус-кво, потому что вот этот Донбасс оказался таким... Это даже не чемодан без ручки, я не знаю, с чем это сравнить. За что вроде все дерутся, но никто не хочет на самом деле это оставить у себя. А Путину это нафиг не нужно. И украинские власти тоже понимают, что ни экономически, ни политически на данный момент они не могут потянуть реинтеграцию Донбасса. Если даже взять на веру вот этот план по возвращению территории после распада России, который произойдет или нет, неизвестно, да? То очень сложно себе представить, что эта война будет популярной внутри Украины самой. Не будет ли она, что это будет война, а не какой-то Донбасс без боя не издастся, нравится нам это или нет, никакая ЛНР без боя не издастся, а про Крым их говорить нечего. То есть это будет такая настоящая полноценная война, которая страшнее, чем то, что происходит сейчас. Ну, мы помним позднюю советскую историю. Как только Советский Союз перестал подпитывать и военным образом поддерживать коммунистические режимы, они один за другим свожились. Но они свожились под влиянием собственных граждан. Насколько я понимаю, Украина сейчас практически никак не пытается, ну, разве что на словах, бороться за умы и сердца тех, кто живет вот на этих оккупированных территориях. В случае Крыма есть, конечно, крымские татары, но они составляют меньшинство все-таки населения. Большинство составляют русские, причем в основном приехавшие из России. Российский оппозиционный вариант под названием «Крым не бутерброд», я так понимаю, там никого не устраивает, да? Нет, он там, конечно, их не устраивает, потому что, ну, вообще нынешнее поколение, повторюсь, украинских политиков, оно не готово обсуждать какие-то компромиссные варианты. Оно настроено на то, что наше должно быть нам возвращено. Но здесь, конечно, нюанс в том, что все-таки Крым это не собственность украинского государства, а там живут два миллиона человек, которые, в принципе, имеют право решать свою судьбу сами. Как я себе представляю решение этой ситуации, да, и, к сожалению, на него Россия не пойдет сейчас, а если в России случится какой-то катаклизм и она ослабеет, то на это не согласится Украина. Это, конечно, вариант второго референдума, уже открытого и либерального, а не то, как он был произведен на самом деле. И каким-то образом решить крымский вопрос так. Потому что я, честное слово, я просто не вижу какого-то более разумного решения. Но я не знаю, насколько на него пойдет Украина. Я думаю, что, опять же, в обозримой перспективе не пойдет. И наверняка аргумент, который будет звучать, заключается в том, что проблема Крыма не существовала до 2014 года, ну, по крайней мере, в публичном каком-то политическом поле, пока Россия не пришла со своими войсками. И теперь для того, чтобы вернуть свою территорию, да, там все-таки говорят и о территории, ну и о гражданах, да, вернуть 2 миллиона своих граждан, они должны проводить референдум. Почему вдруг, да? Первый референдум мы все понимаем, как прошел. Он прошел под дубами автоматов. Сейчас эти люди уже 3 года живут в российской юрисдикции. Это уже для них то, что называется санк-костс. Они уже преодолели вот все эти сложности, не все, многие, часть сложностей, переход от одного государства к другому. Я написал два текста, за один из которых меня называли, значит, продажной, значит, проституткой Запада, да, с другой, соответственно, кремлевской мурзилкой. В одном я написал, собственно, весь процесс, как произошел захват Крыма, да, его опубликовал потом Вашингтон-Пост и много где, в общем, его переупубликовали. И второй я написал, да, что Крым реально, вот случись в России, позитивная революция какая-то, если придет либеральный лидер, Крым отдать невозможно политически. Абсолютно, потому что первое, к чему это приведет, это приведет к тому, что этого либерального лидера убирают, да, и на его место встает очередной Путин, а, скорее всего, кто-то страшнее. Нам остается надеяться вот на тех школьников, которые тут вышли, что, может быть, это поколение что-то придумает. Это проблема сродни, ну, если, дай бог, не Северной Ирландии, то Северного Кипра. В Северном Кипре все очень плохо. Там плохо, да. И здесь будет плохо. Что меня немножко расстраивает, это что ты не предлагаешь никакого, ни решения вот этого военного конфликта, ни какого-то будущего для той Украины, которая родилась на Майдане, да, и пытается выживать сейчас. То есть я вижу, что на Западе у нас военный статус-кво, в Киеве у нас политический статус-кво, и никто из него выходить никак не собирается. Ну, в плане политического статус-кво здесь есть немного больше надежд, потому что все-таки какая-никакая, но демократическая система действует в Украине. Там достаточно свободные выборы, там относительно свободные, плюралистичные, да, как мы говорили, СМИ. Там разные политические силы. Да, те силы, которые действительно ориентированы на серьезные системные изменения, они в невыгодном положении находятся, у них хуже, там, с финансами, у них много каких-то проблем, связанных с выходом на широкий масс, но у них нет такого, как у нас, да, когда вообще об их существовании никто не сообщает. Но, тем не менее, есть надежда, что какое-то количество электоральных циклов и поколение сменится. Украине, в отличие от России, принято не любить любого, кто находится у власти. Это не мешает, опять же, тому же Яценюку находиться у власти уже сколько? На протяжении всего существования Украины. Конечно, каждый пытается цепляться и использовать все возможности, которые дает политическая система для того, чтобы какое-то влияние сохранять. Но за все время украинской государственности, если я не ошибаюсь, только одному президенту удалось избраться на второй срок. Удастся ли это Порошенко, не знаю. Кто придет после него, возможно, что придет какой-то популист. Может быть, кто-то из ныне действующих, может быть, Юля. Да, я встречал немало украинцев, которые, относясь к ней негативно, уверены, что она будущий президент. Это будет большой и очень тяжелый тест для неокрепшей еще украинской демократии. Но то, что демократия у них в принципе есть, дает надежду на то, что со временем те чаяния, которые есть у большинства населения, прежде всего на обуздание коррупции, на появление какого-то более-менее вразумительного вектора развития страны, на укрепление, опять же, укрепление, хотя не обязательно увеличение государства, что это будет реализовано. Сейчас большинство украинцев хотят и даже достаточно активно добиваются определенных реформ. Государство эти реформы практически не проводит или проводит так для вида. Саботирует. Да, во многом саботирует, во многом пытается, но не может, а во многом даже не пытается. Что касается Крыма, это действительно ситуация разрешения, которую я не вижу. Что касается Донбасса, там ситуация, может быть, не настолько сложна в том плане, что, по крайней мере, Путин не завел ее за точку невозврата. Пока еще сохраняется возможность для России от этого отказаться и, по крайней мере, оставить эту проблему уже только Украине. Если Путин захочет подложить под Украину бомбу замедленного действия, он отдаст ей данные Донбасса? Так он это пытается делать уже на протяжении достаточно большого количества времени. Но сейчас-то сопряжено с условиями о федерализме, там вот этим всем. А я имею в виду, отдаст просто вот... Ну да, даже без всяких условий это все равно будет очень большая проблема. Хотя вот я общался с замглавы Донецкой области и спрашивал, ну а вот случится такое чудо, и ДНР исчезнет. Он был уверен, что они справятся. Я не столь оптимистично настроен, но посмотрю. Миша, у тебя был вопрос? Ну, все основные вопросы я, наверное, уже задал. Шов, в таком случае, спасибо, что смотрели нас. В гостях был Олег Козловский, директор Центра «Образ будущего», и мне помогал Михаил Пожарский, публицист издательства «Рид». До новых встреч! Спасибо. Спасибо. Все.